Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, приветствую вас в 14-м уроке видеокурса лендинг пейдж для начинающих. И в этом уроке я вам покажу полезный сервис от компании Adobe, который позволяет редактировать ваш сайт лендинг пейдж онлайн, то есть не заходя в программу Adobe Muse. Может произойти так, смотрите, вы скачали 30-дневную версию программы Adobe Muse, сделали себе лендинги или лендинг, разместили их в интернете, у вас все хорошо, сайты работают и забыли про программу. Потом, спустя время, может произойти такое, что вдруг вам где-то придется поменять на лендинге описание, ссылку, или вы заметили какую-то опечатку уже спустя какое-то время. То есть прошло 30 дней, вы забыли об этом, запускаете программу Adobe Muse, а она вам не открывается, просит, чтобы вы приобрели подписку. А зачем вам, например, покупать подписку, тратить деньги, если в принципе она вам была не нужна, вам нужно было сделать несколько лендингов для себя и все. Что делать в таком случае? Вот как раз в таком случае идет на помощь специальный сервис, бесплатный, онлайн от Adobe Muse. Вот сейчас вы видите его на экране, адрес этого сервиса увидите под видео, ссылка, перейдете на мой блог, и на моем блоге будет эта ссылка. Перейдете там к этому сервису. Это очень простой и удобный сервис, и в нем очень просто работать. Конечно же нельзя будет заменить абсолютно все, но можно будет заменить или изменить самое необходимое на вашем лендинг пейдж. Это текст, ссылки, и по-моему картинки в новой версии теперь тоже можно менять. Сейчас мы в этом убедимся. Что для этого нужно сделать? Смотрите, в первую очередь нам нужно адрес сайта прописать вот в этом поле. Вы копируете адрес своего лендинга и вставляете вот в это поле. И нажимаем на эту кнопку начать редактирование. Здесь нам нужно ввести данные от хостинга. То есть именно от FTP нашего хостинга доступ, имя, пользователь и пароль. Переходим в наш хостинг. Мы с вами здесь уже работали. Это вот этот FTP пользователь. У вас, соответственно, здесь свои данные. Копируем имя пользователя и вставляем имя пользователя. А пароль у вас здесь свой. Вы помните, я делал 123456. Вот такой простой пароль. Нажимаем кнопку входа. Если вы все сделали правильно, то у вас обновится страница и сайт подгрузится уже вот таким образом через этот удивительный сервис. Сразу первое, что хочу вам сказать. Смотрим наверх. Вы уже, наверное, догадались. Здесь есть такой выпадающий список. Здесь можно выбрать ту версию, которую вы хотите редактировать. То есть нужно планшетную версию отредактировать. Выбираете его здесь, она здесь подгрузится. И так далее. Ну, конечно же, если вы планшет, телефон не делали, они у вас, наверное, тут не отобразятся. Смотрите, просто наводим мышку на объекты. И они подсвечиваются таким синим свечением. И появляется кнопка редактировать. И вот, смотрите, нюанс. Если мы картинки типа вот обложки для диска или еще что-то делаем заливкой, есть небольшой недостаток. Смотрите, я навожу мышку. Такие элементы нельзя редактировать. Я специально здесь подгрузил вот такую вот такую же аналогичную картиночку маленького вида, мою обложку. То есть загрузил ее просто картинкой, чтобы вам продемонстрировать. Видите? Эта картинка у нас подсвечивается. Если мы нажмем на кнопку редактировать, всплывающее окно нам должно позволить менять картинки. Можно заменить изображение, выбрав с сайта. Вот здесь видно список у нас подсвечивается с сайта. Или с компьютера. Если мы кликнем, то мы можем нажать на кнопку выбрать файлы и с компьютера заменить изображение. И даже можем прописать всплывающую подсказку, то есть title для изображения. Я нажимаю отмена. То есть понятно, да? Это у нас тестовый сайт. Вы тренировались. Я надеюсь, и рабочий сайт уже, вы уже будете делать его обдумав. Все за и против. То есть вот такие картинки, да, желательно закидывать просто в Muse. Не делать их заливкой, как я делал в уроке. Ну и здесь уже аналогичным образом, смотрите, вот, например, редактировать этот текст. Мы можем что угодно с ним сделать, изменить, поменять. Потом вам нужно будет изменения, чтобы сохранились, нажать на кнопку обновить. Здесь еще такая есть скрепочка. Если мы кликнем, вставить ссылку. То есть мы можем добавить еще стороннюю ссылку на этот текст. Или удалить ссылку. Я нажимаю отмена. Также с уже размещенными ссылками, смотрите, если я навожу на кнопку купить, вы помните, я размещал на нее ссылку на свой магазин. Первое, всплывающее, значит, это у нас непосредственно та ссылка, которая стоит, если мы кликнем, меня перебросят на этот сайт. Редактировать и изменить ссылку. Редактировать, это у нас текст на кнопке. Мы можем изменить текст на кнопке. Изменить ссылку. Кликаем. Здесь достаточно много опций. Меняем ссылку здесь. Подсказка. Также можно тайтл для ссылки сделать. Всплывающая, то есть подсказочка. Открыть в новом окне. Ну, все понятно здесь, да? Здесь выбрать страницу. Например, на какую, если мы меняем, чтобы кнопка вела, да? Внешний URL, это вот как раз это и есть. Номер телефона. Файл. Файл, то есть добавить можно файл. То есть по клику на эту кнопку, потом будет скачиваться файл, который вы добавите здесь, да? Адрес электронной почты. То есть это, я здесь не работал, но я так понял, что это замена, вместо вот этого действия. То есть вот это файл, адрес электронной почты, это все идет замена ссылки. То есть вместо вот этой внешней. Насколько я понял. То есть я привык всегда работать в Muse. Поэтому здесь просто методом тыка разберетесь. Ну и, соответственно, все остальное. Текст. Редактировать. Так, так. Это у нас все. Можно менять. То есть текста все меняются. Естественно, не меняется задний фон. Да? Заливка не меняется. Остальное, смотрите, практически все мы меняем. Видите, вот тоже я тут себя залил. Делал прямоугольник заливкой. И видите, я навожу на себя мышь, тоже не могу изменить. Так что учитывайте это. Смотрите, например, если мы здесь что-то изменили. Нажали обновить. У нас подсвечиваются внизу такие две кнопки. Опубликовать или отменить изменения. То есть вы произвели все работы. У вас сайт отредактирован. То есть все готово. Вы нажимаете на кнопку опубликовать. Давайте попробуем это сделать. Тут подсвечивается ход выполнения. Выполняется обновление. И подсвечивается сообщение. Успешно. Страница сохранена успешно. То есть вот так все просто это работает. Надеюсь, для вас урок был полезным. На этом все. И увидимся в следующем уроке. Наверное, трудно представить себе современный лендинг-пэйдж, сделанный в Adobe Muse без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы. Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в два клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный, потрясающий виджет. Например, меню для мобильных устройств. Несколько вариаций мобильных меню. Уникальные слайд-шоу. Всевозможные эффекты с текстом. Круговой прогресс бар. Маска с текстом. И многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите, иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг пэтч, делайте их круто!